Дневной стационар работает с 8 утра до 6 вечера. Процесс организован таким образом, чтобы в часы работы медики могли обслужить три потока пациентов, которые не будут контактировать между собой. Ежедневно лечиться в дневной стационар приходит около 30 пациентов. Основная работа заключается в плановом лечении больных, которые страдают хроническими сосудистыми заболеваниями. В первую очередь это гипертоники, люди, которые перенесли ишемический инсульт или диабетики. Пациенты наблюдаются у участкового терапевта и направляются им на плановое лечение. Ежемесячно услугами дневного стационара охвачены 90 человек. Вся информация о пациенте, амбулаторная карта, результаты анализов, информация о госпитализациях содержится в специальной электронной системе, которой пользуются врачи. Пребывание пациентов в дневном стационаре предусмотрено на время до трех часов. За этот период больной успевает пройти необходимые процедуры, например, поставить уколы, капельницы, позаниматься лечебной физкультурой, пройти сеанс массажа или физиолечения. Работу стационара обеспечивают 10 медработников. Делегация ознакомилась с палатами, в которых лежат пациенты. Здесь они могут отдохнуть и при необходимости поспать в лечении врачами используются не только препараты, лекарства, медоборудование, но и такой продукт, как кислородный коктейль. Густая воздушная пена из кислорода на основе сока, морса или фитонастоя способна быстро повысить кислородный статус и оказать широкое благотворное влияние на организм. На базе стационара также работает комната психологической разгрузки с такими проблемами, как нарушение сна, тревожность, панические атаки помогает бороться психолог. Курс составляет около двух-трех недель, отметили специалисты. В штате больницы два психолога, которые также активно работают с коллективом районной больницы, помогая при профессиональном выгорании и других проблемах. В сопровождении главного врача районной больницы Роберт Фидаров посетил городскую стоматологическую поликлинику. Экскурсию по кабинетам специалистам провела заведующая стоматологией Юлия Семенова. Начальник облздрава осмотрел оборудование, познакомился с режимом работы медучреждения и перечнем услуг, в том числе платных. В рамках беседы с руководителем департамента главврач озвучила и проблемные вопросы медорганизации. Не все необходимые обследования и стоматологические манипуляции можно провести в городской стоматологии. Для дальнейшего развития клиники районной больницы не хватает средств на техническое дооснащение. На базе стоматологической клиники действуют терапевтические кабинеты, кабинеты врачей-хирургов, а также кабинет детского стоматолога. После лечения мы пациентам даем подарки, пациенту убираем, даем немножко, что же он хочет. Дайте грамоты для детей. Следующим пунктом программы визита начальника регионального департамента здравоохранения стало отделение реанимации Калпашеской районной больницы. Со специалистами Роберт Федаров обсудил техническое оснащение, обеспеченность кадрами. Познакомился руководитель облздрава и с коллективом первичного сосудистого отделения больницы. Врачи продемонстрировали Роберту Федарову реабилитационное оборудование для пациентов с нарушением мозгового кровообращения и больных с острым коронарным синдромом. О качестве работы отделения начальник облздрава поинтересовался у пациентов. Персонал очень хороший и вообще такое обслуживание, чистота просто идеальная. Я была, полежала в трех отделениях, в Томске, сравнений нет. Я не Калпашеская районная больница. Я в деревне, у нас там врачей нету. И вот, пожалуйста, консультация мне объясни, как вот это сделать, как вот это вот сделать. Вот так вот. Потому что я очень довольна. Кстати, их кормят очень вкусно. Имеются в отделении условия и для маломобильных пациентов. Например, инвалидное кресло. Для малоподвижных больных используются специальные противопролежневые матрасы. Посетила делегация и акушерское отделение больницы. Знакомство с ним началось с зала торжественной выписки новорожденных. Затем участники встречи посетили помещение для проведения реанимации детям. Специалисты отделения регулярно проводят тренировки. Согласно приказу, проводим обучение, тренировка навыков, кто вновь приходит и так далее на манекенах. Осмотрел Роберт Фидаров и палаты рожениц. Оценил условия их содержания. В хирургическом отделении начальник облздрава познакомился с врачами. Специалисты рассказали о работе отделения. В день в больнице проводят около трех-четырех операций. Помощь оказывается пациентов со всего района. Посетил Роберт Фидаров и кабинет маммографии. Познакомился с оборудованием и аппаратурой для исследований, спецификой проведения медосмотров, планами и показателями. В колл-центре руководитель департамента побеседовал со специалистами о направлениях работы и обращениях пациентов. Ни одно медучреждение не представляет свою работу без регистратуры. Делегация посетила и ее, ознакомилась с принципами работы и перечнем обязанностей регистраторов. О качестве их работы Роберт Фидаров также спросил у пациентов. Визит в районную больницу завершился встречей и знакомством с коллективом медучреждения. Добавим, в рамках рабочей поездки Роберт Фидаров также посетил Тогурскую поликлинику, встретился с главой Калпашевского района Антоном Агеевым и провел личный прием граждан.